парни всем привет сезон у нас не за горами у нас уже начало апреля машина как бы как бы вот она как она тут стояла так она тут и стоит ну вот и выкрылся момент заняться и поэтому сегодня займемся передней подвеской посмотрим что нам нужно чтобы поставить передние подушки немного поговорим о подготовке воздуха плюс приехали колеса тоже покажу ну и хочется немного поговорить с вами так получилось что у меня здесь накопились кое-какие компрессора как я всегда говорю мы сталкиваемся только с бюджетными решениями то есть если вы хотите там вы не поедете сюда к нам чтобы мы ставили вам подвеску из у вас есть большие деньги там от ста и выше мы сталкиваемся с бюджетными подвесками как были соответственно выбор мой компрессоров у нас тоже лимитирован по деньгам и несомненно вот за пять лет наверное 45 лет я точно не буду не буду врать не помню сколько лет мы этим занимаемся несомненный лидер среди всех компрессоров которые мы когда-либо ставили это беркут про 17 то есть два таких малыша мы всегда ставим 2 как я уже говорил два таких малыша работают вот эти компрессора года четыре они уже в работе уже менялись щетки уже перепаивались хозяином провода как бы ну есть свои огрехи то есть все имеет срок все имеет износ особенно когда у тебя каждый день они молотят но тем не менее вот пять лет компрессор 45 лет трудится и без вопросов оборудованным армированным шлангом с обратным клапаном с поворотным механизмом то есть все как положено и это предпочтительные два таких компрессора в свое время правда это было очень доступно сейчас по деньгам как бы не особо они всегда будут предпочтительнее чем даже один про 20 есть у меня тут про 20 можно сравнить как про 20 про 17 технические характеристики я не буду вам тут рассказывать это все можно посмотреть в интернете скажу что все таки всегда предпочтительные два про 17 чем даже один про 20 потому что в дороге у вас всегда может что-то где-то кончится и один вас всегда дотащит если бюджет там на комплект просто для установки выше 50 тысяч там то конечно же лучше ставить два про 20 нежели два про 17 про 20 у нас оборудован съемным шлангом то есть про 17 не съемный запрессованный шланг но в принципе его можно переобжать хомутом там другой шланг это не вопрос этот же у нас под одну четвертую голова все как положено тоже клапан поворотные на конце вот то есть и бывают такие варианты как было у меня с гольфом когда с деньгами совсем туго а ездить надо ездить хочется можно использовать р-17 как бы но р-17 справляется со своей задачей и 2 р-17 их всегда будут даже предпочтительнее чем любимый про 17 потому что два компрессора всегда предпочтительнее чем один это зарекомендовавшиеся компрессора в принципе со своей работой справляются отлично то есть по цене 2 дверки будет плюс-минус как одна прошка он поменьше он потише и но его нужно укомплектовывать обратным клапаном армированным шлангом также умею просто где-то их пролюбил не знаю использовал такую систему с это тоже неплохо ничего не греется конденсат не заметил особо повышенного ну не суть то есть что у нас 2 р-17 всегда будет предпочтительнее чем 1 прошка 2 про 17 предпочтительнее чем 1 р-20 и так далее но если бабки есть берите 2 про 24 и вообще как бы все зависит от вашего бюджета то есть но даже такие варианты они работают работают отлично работают долго и что у нас боль моя дырка задница модные последнее время компрессора все вы их видели наверное кто не видел увидит где-нибудь никому рекламу давать не буду где их брать и анти рекламу что по них можно сказать реплика на 460 веер сделано все очень красиво аккуратно тут у нас идет тоже фильтр все это хромированная блестит но не все то золото что блестит то есть рекомендовал бы иск установки только если вы ставите их у кого-то или у вас магазин шаговой доступности внушки из четырех компрессоров которые были у меня один был с перепутанной полярностью неправильно по им 2 вообще труб вот пока не знаю что с ним надо будет скрывать смотреть надеюсь что дело где-нибудь также просто в пайке все но труб заявленным характеристикам которые не заявляют они не соответствуют то есть прошка 17 качает повеселее но ребята как бы имеют хороший внешний вид на что я собственно и повелся как бы и внушительные размеры то есть даже если сравнивать его с 20 как бы он ничуть я скажу не уступает даже повесомее выглядит все это дело но про 20 просто уделает его даже вообще не задумывается по забивке по скорости забивки как бы тут даже рядом не стояли спросим нас там где-то наравне вот поэтому если вам кто-то ставит и кто-то это отвечает как в моем случае было что у меня было четыре компрессора два мы поставили один заменили и вот один теперь это моя головная боль а не клиента тогда ради бога а так в целом если делаете для себя ну как бы не знаю особенно если заказываете и они приходят вам откуда-нибудь издалека транспортной компанией все это превращается в геморрой вы не будете его возвращать потому что это тупо не ликвидно ну не рентабельно по деньгам вот что еще что еще так ну перейдем к волги до использовать мы будем вот такой вот ресивер от скани на 25 литров на 5 портов и что интересно несмотря на то что это скания 22 на полтора у нас все порты то есть мы будем использовать вот эти вот компрессора у них обратный клапан на 3 8 сделаем переход и как бы подружим все это дело дальше он пойдет в полировку нам здесь кирилл из all dance гаража в пределы ножки все это мы будем в следующем уже серии будем примерять багажник расставлять полировать а сегодня мы будем заниматься мордой как я уже сказал будем заниматься мордой да ну и блок клапанов блок клапанов вот этот вот я могу рекомендовать еще раз всем к покупке как бы это цена качество качество у него выше цены что не может не радует наше время сейчас делают раньше деле немного по-другому сейчас у них все порты дублированы то есть можно вывести на любую сторону установить его как душе угодно не самый быстрый но очень 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 неплохой блок как бы у меня есть другие клапана то есть не знаю там где-то они валяются он там их видно на 3 8 мы будем их ставить но об этом следующий раз и по подушкам что мы будем ставить на морду волги оставить мы будем вот этих ребят это а я даже не знаю оригинал это не оригинал доминатор для 500 им уже очень много лет они как бы поездили на моем первом жуке они поездили на клиентской джете и вот они сейчас вернулись наверное года четыре до года четыре точно они в работе можно усмотреть то есть выглядит они при этом как новые только вот привалочные поверхности немножко по шаркова порт на одну вторую дюймовая дюймовая резьба крепления но здесь уже все переделано подметрическую все переточено перенарезана резьба то есть вот этих ребят мы будем ставить ход получится очень маленький у подвески но меня не волнует как бы верхнее положение уже об этом говорил и плюс они у меня есть как бы денег у меня нет в данный момент а подушки есть поэтому первое что мы попробуем поставить это вот этих вот ребят и сейчас мы перейдем к снятию колеса и займемся передней подвеской снимем все размеры снимем все что надо ну и дальше буду уже рассказывать по ходу погнали так парни сняли мы колесо с домкратили машину и что мы видим здесь видим что волга у меня ультра с ранние пятьдесят девятого года машина поэтому здесь у нас очень интересная штука которую не все когда-либо видели рычажный амортизатор они же у меня и сзади их мы будем перебирать но это все потом наша задача с вами сейчас снять пружину и тут конструкторы волги 21 просто просто гениально пружина крепится с упирается в такую вот чашку снизу чашка это свою очередь крепится четырьмя болтами два с этой стороны и 2 стой все что нам нужно сделать это выкрутить то есть нам не нужны будут никакие съемники никакие приспособления ничего нам не нужно мы просто выкручиваем два болта по диагонали вот этот и дальний сейчас я их выкручу и дальше покажу что мы делаем выкрутили мы два болта все что нам нужно будет сделать дальше это взять два болта м10 моем случае в нашем городе самые длинные как я нашел то 120 в идеале на 150 просто вставляем эти два болта накидываем гайкой и затягиваем после мы выкручиваем два оставшиеся болта по диагонали и начинаем отпускать гайки и по мере того как мы отпускаем гайки на пружине на пружине у нас спадает и пружина спокойно выходит отсюда вместе с этой чашкой как бы гениально просто и блин это лучшее решение которое когда-либо видел вот таким вот незатейливым способом отпуская по очереди каждый из двух длинных болтов постепенно выходит как бы пружина ничего сложного ничего хитрого идеально так парни вот мы убрали пружину убрали нижнюю площадку вот она нижняя площадка в которую упираются пружина вот и существует несколько вариантов установки подушек на переднюю ось самый грамотный это снять балку снимаем балку вырезаем здесь все что нам нужно под подушку вариваем сюда брекет и ставим подушку самый дорогой самый правильный вариант мы его делать не будем второй вариант какой у нас устанавливается нижняя площадка на болтах сюда здесь приваривается верхняя площадка тоже как бы подушка ставится между ними этого мы тоже сейчас делать не будем и попробуем третий вариант свой как бы у нас встречать не амортизатор поэтому у нас нет возможности крепить подушку центральным болтом вместо как вот на более поздних он был да и поэтому мы будем использовать брекеты обычные брекеты как мы видели там охранник на других машинах на дольфе на это то есть мы будем делать нечто подобное что у нас будет крепиться сверху снизу все это потом уже померим сделаем чертежи вытащим пробный экземпляр и посмотрим что у нас из этого выйдет вот а сейчас наверно покажу вам колеса и будем мы сегодня заканчивать парни по колесам очень хотел всегда поставить себе ваера но посмотрел на 1 21 ваера на 2 и понял что мне как-то не очень нравится как они смотрятся на 24 смотрятся изумительно на 21 что-то я не оценил крагары ставить как бы мне не вообще никогда не нравились и стал искать перебирать варианты вспомнил об одной фирме которая может быть немного не соответствует эпохе но в принципе тоже довольно породистые диски как бы и стал обладателем вот этих вот ребят это бойды кто не знает можете погуглить что это такое 16 7 дюймов узкие но про ставки сейчас можно будет придумать на волгу потому что как бы 5 на 139 ступица у волги 4 на 100 или 4 на 114 бойды плюс у 21 есть такая замечательная проблема как вот этот вот ступичный колпачок или сама ступица как бы она довольно неказистая поэтому про ставки на перед я прикидывал 60 миллиметров спереди 35 сзади вылет как бы у дисков 42 поэтому такая про ставка позволяет сейчас вот сниму все размеры а там будет видно что да как на этом нам и сегодня закончим поэтому с вами были деньги на воздух пока пока